Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет! На часах 9 утра, понедельник, я отправляюсь в Академию Спартака в Сокольнике. Леонид Федорович Трахтенберг попросил его помочь снять видео для, я так понимаю, своего проекта байки Трахтенберга с великим Олегом Ивановичем Романцевым. Ну а мы, не упустив такой возможности, подготовили для вас также небольшой материал. Надеюсь, что мы сейчас все снимем, все будет круто. С Олегом Ивановичем и с Нид Федоровичем Трахтенбергом поговорим о Спартаке и, конечно же, вспомним ушедшего из жизни Василия Кулькова. Также мы подготовили для вас, ну, наверное, легендарный, легендарный розыгрыш. Такого у нас еще не было. Это реально уникальный розыгрыш, вы увидите в конце выпуска. Это действительно того стоит. Ну что же, мы начинаем этот выпуск. Дневник фаната Олег Иванович Романцев, Нид Федорович Трахтенберг. Погнали! Леонид Федорович, давай запрыгивай, промокнешь здесь. Промокнешь. Ну я не промокну. Ну сразу приветствую вас, Леонид Федорович. Давай, давай. Сразу к делу. Так, Нид Федорович, ну рассказывай. Понедельник, 9 часов утра, мы в Сокольниках, в Академии. Чему вы меня сюда выдернули? Ну, я готовлю один материал под свою рубрику «Байки Трахтенберга». Сегодня мы встретимся с таким человеком, ну хорошо вам знакомым, но нет такого спартаковца, который бы его не знал. Но без него эта передача была бы неполной. Леонид Федорович, ну не могу не спросить. Вот вы сейчас начали активно вести YouTube. Можно ли вас назвать самым, может быть, старым блогером, который начинает свой карьерный путь в этой сфере? Почему вы этим начали заниматься? Дело в том, что я почувствовал, что нынешнее поколение Спартака и болельщиков, и футболистов, они считают, образно говоря, что Спартак для них начинается с того дня, когда они туда пришли. Когда они подписали контракт. Футболисты, когда подписали контракт, болельщик, когда впервые купил билет и пришел на трибуну и стал скандировать «Спартак, Спартак», вот с этого дня. А на самом деле, ведь то, что трибуны, как правило, я говорю, до ограничений, переполнялись, и не только на открытии арене. У нас же рекордное количество зрителей на любых трибунах любого города. Ну, нет такой команды, где бы болельщики, ну, сказали бы там, за 10 тысяч километров они полетели. Сказали бы, вот завтра космические корабли на Луну летят. Ну, там бы я встретил спартакских фанатов и не удивился бы. В космосе-то есть уже один наш фанат. Конечно, конечно, потому что, ну, спартаковские болельщики в хорошем смысле, они везде, по всему земному шару. Но историю, историю своей команды, своего клуба надо знать так же, как историю своей страны. Какой вы болельщик Спартака, если вы не знаете, кто выигрывал в Мельбурне золотые олимпийские медали. А там было 10 спартаковцев из 11. Поэтому есть такой заряд, наш Спартак-суперклуб и чемпион олимпийских игр. Абсолютно точно. И я решил, что самое время, и точнее сказать, пока у меня осталось время, обязательно рассказать, передать вот эту эстафету нашим молодым футболистам, действующим футболистам и особенно фанатам. Так вот, если после хотя бы одного просмотра один наш фанат будет чуть больше знать о Спартаке, чем он знал до того, как мы с ним встретились, я уже буду счастлив. Федорович, вот сейчас много мы видим в интернете, в твиттере комментариев, где там правый защитник, газиза висит усиление. В общем, все хотят усиления, усиления нет. Расскажи, как раньше Спартак усилился, как все это вообще происходило? Ну, я начну издалека. В Москве исчезли дворы, в которых воспитывались сотни тысяч футболистов. И лучшие из них попадали в Спартак. А представляете, сколько оставалось за бортом? Они были очень хорошего уровня. И вот вам наглядный пример. Юрий Севидов, которого вы все прекрасно знаете, не только как отличного футболиста, но и как замечательного эксперта и комментатора, Юра Севидов, однажды воспользовавшись вот этим перебором классных игроков в Спартаке, когда он сам был действующим футболистом, а это было в начале 60-х годов, отправил целую группу футболистов в Минское Динамо, где главным тренером был его отец, Александр Александрович Севидов. Малафеев, Ремин, Пагальников, да нет смысла всех перечислять. Но именно они помогли Минскому Динамо и Александру Александровичу Севидову впервые в истории занять третье место в чемпионате Советского Союза вслед за Спартаком. Можете себе представить, какой уровень был игроков у основного состава московского Спартака и какая была конкуренция, если Эдуард Малафеев играл за дубль в Спартака и в то же время выходил в футболке сборной Советского Союза? Все же, смотрите, вот вы сейчас рассказали очень интересную историю, да, про, так скажем, те-те года, но в последнее время, да и в принципе последние лет 20, мы тоже можем часто заметить, что много воспитанников из дубля Спартака не попадают в основу, уходят по примеру лиги по ФНЛу, но при этом очень часто забивают Спартаку в очных встречах. То есть это может быть действительно вот так вот тянет, что Спартак перенабирает молодых талантливых игроков, что потом места им в составе нет и их распускает. Но это вовсе неплохо, даже, что эти футболисты в матчах Спартака со Спартаком стремятся выкладываться вот что бы то ни стало, потому что мы знаем примеры, когда игроки уходили в аренду, потом возвращались и показывали такой футбол, что их нельзя было не поставить в тот же стартовый состав. Поэтому я думаю, что вот эта вертикаль, которая существует в Спартаке и которая выпускает каждый год целую плеяду достаточно одаренных игроков, это замечательно. И очень хорошо, что они проявляют себя не только в дубле, не только в Спартаке 2, но и в тех командах, куда направляет их клуб. И я убежден, что в какой бы команде этот игрок, наш воспитанник, не выступал, он засыпает и просыпается с одной мыслью – сыграть так, чтобы в какой-то момент снова примерить спартаковскую футболку. Евгений Федорович, конечно, не можем пройти мимо такой печальной новости. Ушел из жизни Василий Кульков, человек, насколько мы понимаем и знаем, это человек-спартаковец, который оставил большой след в истории и все его любили. Что вы можете по воспоминаниям о нем рассказать? Ну, а о Васе Кулькове можно рассказывать день, два, неделю, месяц. Он был потрясающий парень. Всегда на позитиве. Всегда с улыбкой. Обратите внимание, вот везде на сайтах вышли фотографии. Естественно, повод был трагический. Везде Вася с улыбкой. Вот он прожил свою относительно короткую, но очень, я бы сказал, ярчающую жизнь. Восклицательную жизнь. Он прожил с улыбкой. Мне даже кажется, что с Мурадоной он разобрался играючи. Да, об этом многие сейчас писали и говорили, кстати. На том матче было только два советских журналистов. Евгений Майоров, комментатор, и ваш покорный слуга, который писал отчет об этой игре. И, откровенно говоря, когда я увидел, что персонально держит Марадону ни Морозов, ни Позняков, а Васю Кульков, который в гораздо большей степени, как мне казалось, созидатель, неже разрушитель, я был удивлен, как, наверное, миллионы телезрителей, которые застыли в этот момент у экранов своих телевизоров. Что я буду рассказывать про Кулькова, если вот тут в Спартаковском дворце нас ждет Олег Иванович Романцев. И я думаю, что он, как никто, может рассказать и характеризовать Василия и как футболиста, и как человека. Недаром Олег Иванович вот в эти дни называет потерей родного человека для себя. И в команде по-доброму, по-доброму все считали Васю Кулькова, мне посчастливилось работать в этой команде, называли сыном Олега Ивановича. Олег Иванович был абсолютно беспристрастен и объективен. И для него критерий всегда был только игра. Другое дело, что Василий играл на таком уровне, что никогда не давал повода усомниться в своем мастерстве и никогда не давал повода для того, чтобы не оказаться в стартовом составе, а по ходу матча отправиться на скамейку. Вот такой он был футболист. Пойдем к Олегу Ивановичу. Пойдем к Олегу Ивановичу. Олег Иванович, на днях прошло трагичное событие, из жизни ушел Василий Кульков. Много говорить не буду, спрашивать не буду. Расскажите, какой он был для вас? Ну, для меня это был родной человек, мы с ним прошли, можно сказать, огонь, воду и медные трубы. Мало таких игроков, которые со второй лиги, не переступив ни одну ступень, дошел до сборной, во второй лиге играл, и в первой лиге играл, в высшей лиге играл, и в сборную попал. То есть, на каждой ступени он задерживался, и на каждой, и во второй, и в первой, и в высшей лиге наставил след, след хороший. я рассказывал несколько раз, но на моей памяти, по-моему, сто процентов не было, ну, не знаю, на чьей памяти еще было такое. Это футболист, человеческий качественный, характеризую, который отказался от премиальных после выигранной игры. Его вызывали к руководству, ржанике, но он категорически отказался и так и не получил премиальные, потому что он определил, что он играл слабо и не заслуживает этих премиальных. Это говорит о его человеческих качествах. Можно про него рассказывать, наверное, часами, днями, потому что вся его жизнь, ну, до отъезда, конечно, за границу прошла рядом со мной, из одной чашки ели, на одном поле тренировались. Для меня это огромная потеря. Соболезную вам и очень жаль, что так происходит в нашей жизни. Жизнь продолжается. Да. Ну что, дорогие друзья, этот выпуск подходит к концу. Надеюсь, этот выпуск принесет вам какую-то полезную информацию в начале недели. Мы все вам желаем провести с хорошим настроением. У нас есть для вас подарок. Как вы знаете, мы вас без подарков стараемся не оставлять. И сегодня у нас есть грандиознейший, наверное, подарок для вас. Это флаг. Флаг Спартака. Старенький, с традиционной белой полосой. Лен Федорович, как думаете, какого года флаг? Ну, я думаю, что это где-то 50-60-х годов. Славные времена для Спартака. Вам-то лучше знать, Лен Федорович. Это вы будете рассказывать в своих байках на YouTube-канаде Спартака. Они будут все это смотреть. Если вы правы, это только замечательно. Честно, я не знаю, какой он будет этот флаг. Но, судя по всему, действительно он олдскульный, старенький. И Олег Иванович Романцев оставил свой автограф на нашем любимом всеми сердцем Ромбе. Условия конкурса простые. Вы должны быть подписаны на наш канал. Вы должны оставить комментарий под этим видео и поставить лайв. Наверное, все. Комментарий может быть любой. Напишите, как вам выпуск. Это будет достаточно. В ближайшее время мы случайным образом выберем победителя среди тех, кто оставил комментарий и подарим вам этот, наверное, раритет, потому что такого даже, наверное, Федорович у тебя, да? Нет. Такого у меня нет. И я бы мечтал, конечно, о таком подарке. Принимай участие в розыгрыше. Приму? Все. А эту неделю мы начинаем со спартаковской истории. Поэтому, друзья, будьте счастливы, берегитеся родных и близких. С вами был Баник Фаната и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова